А вы знаете, что завтра праздник будет? Какой праздник завтра будет? Пасха. Пасха. А что он означает? Знаете, что праздник будет завтра? Да, Пасха. А пойдете в церковь? Конечно. Только одни не ходите, ночью опасно. Кто-то, чтобы старший был с вами. Конечно. А у вас дома вот такая книга есть? У меня есть. И у меня. Вот так. Так она немного по-другому выглядит. Ну, может быть, и по-другому. А вы знаете, что означает праздник Пасхи? Нет, не знаю. Расскажите. А вот когда голод был в Израиле, а Иосифа уже продали. Это один из сыновей Якова. И в Египте там он разное претерпел напасть. Его сажали. И, наконец, он стал премьер-министром, по-нашему сказать. А у Израиля не было хлеба. Они пришли, остались у него жить. И прошло 400 лет, народ размножился. Ну, было 70 человек, а стало, наверное, уже несколько миллионов. И фараон стал сильно притеснять их. И тогда Господь избрал Моисея, раба Божьего, и послал его вывести народ из Египта. Чтобы вас видно, у вас глаз не видать. Кем разговаривают-то? Опуститесь пониже. Дела с Богом всегда хорошие. Потому что у нас есть книга, которая нас научает жить. И завтра у нас самый большой праздник в году. Пасха Христова. Христос воскрес. Будут приветствовать. Его вчера распяли, а завтра он воскресает. Это каждый год. По лунному календарю. Пророк Иса. Ну, пророк это так. А это у нас второе лицо Троицы. Иисус, он распятый был и воскрес. А у вас Иса не распятый и не воскрес. Это другой человек совсем. Это не наш Иисус. Вы ошибаетесь. Как что ошибаетесь-то? Ошибаетесь. Наш Иисус воскрес. Иисус воскрес. Всевышний Аллах сказал. А вам написали другую книгу совсем? Я не говорю, он Всевышний Аллах. Ну, я не трогаю вашего Аллаха-то. Ну, вы эту книгу считали? Вы вот эту книгу-то считали? Конечно, читали. А что тут написано? Прочитай. Считай, переведи как. Коран. Коран. Имя Всевышнего. Вы пришли на мировую арену на 600 лет позже. Христианство уже утвердившееся. Наш последний пророк сказал. Ну, это какой? Я не говорю, что нет. Ваш пророк сказал. Я же не отспариваю. Но наш Иисус умер. Умер за наши грехи. Это наш Иисус. А вашего пророка Иисуса мы не трогаем. Смотрите, смотрите, дед, смотрите. Сейчас один вопрос задам. Один вопрос. Один вопрос можно? Ну, вы 10 раз не повторяете. Один вопрос. Ты скорее задавай. Время-то идет. Вот, смотри. Умершие твои любимые девушки. Ты повесишь? Вот твою жену разрубили топором, например, да? Конечно, нет. Зачем я буду вешать? Нет, вообще, я тебе говорю. Вот, например, разрубили твою жену топором. И как ты ее любил, ты повесишь топор и голову на шею? Не повесю. Нет, не повешаю. Вот. Смотри. Иису любили пророка, с Аллаху, алейху, асламу. Его любили Иису. И мы чтим и уважаем этого пророка, как и вы. Вы его считаете Богом, а мы его считаем пророком. Потому что он не себе молился. Он просил наш Бог, а не мой Бог. Он говорил наш Бог. Он просил, и у него были сподвижники. Он говорил, он молил у Бога, а не умолил у самого себя. Ну, ладно, это я знаю. Раз у меня Коран есть, я это все знаю. Я книгу написал про Коран, целую книгу, сравнивая сурой, аятом с Библией. Как? Одно то, что 600 лет христиане верили, умирали, а теперь вы отрицаете. Вы другого-то нигде не могли знать. Мы не отрицаем, мы не отрицаем. Нет, нет, мы уважаем вашу религию. Нет, это не пророк, это одно. Ни один мусульманин в жизни, ни один мусульманин в жизни не скажет плохого про религию, про религию православную веру. Это только... Иисус умер за наши грехи. А сатана отбивает, что в грехах умираете. Он умер за наши грехи. Как можно это отрицать? Когда он спаситель мира. Сатана отбивает, что в грехах умираете. Ты безгрешный человек, получается? Все до одного грешные. И Господь дает нам спасение в Сыне Своем, Иисусе Христе. Зачем вы оспариваете? Я же вас не оспариваю. Пророк и пророк... Поминайте... Почему в кресте? Почему в кресте? Так, подождите. Скажите. Раньше была... Раньше была казнь такая... Казнь была, понимаешь... Да я знаю это все, вы время не теряете. У вас Иисуса, Спасителя, нету. Вот в этом весь смысл. У нас Спасителя, у вас нету. Как нету у нас? Нету, нету. Это у вас пророк какой-то, какой-то. И у вас есть такое необозначение. Он Спаситель. Он говорит, я умираю за грехи людей. Агнец Божий. А зачем вы лики тогда? Как может выглядеть... Вы знаете, как выглядит Иисус? На кресте вы его видите? Как вы его знаете, как он выглядит? Подождите. Вы по Евангелию проживите? Как он выглядел на самом деле? Скажите. Я могу завтра... Вы не слышите. Остановитесь пока. Остановитесь. Не ревнуйте, обожжите. Вы верите? Я вас не отвергаю. Ну, верьте так и верьте. Чего вас так это тревожит-то? Что у нас Христос воскрес? Нет, нет. Я уважаю ваши люди. Ну, чего? Уважать не надо. Просто спокойны будьте. Иисус воскрес. Вот завтра будут все говорить, Христос воскрес. А вы не можете сказать. Ваш Иисус не воскрес. Я не могу сказать. Потому Он воскрес. Иисусов много. Даже хадж делают. Мусульмане делают даже хадж пророку Иисы. Это пускай делают. Иисус умер за нас. Пролил кровь свою. Ему руки пробили гвоздями. И поэтому крест Его, это есть знамение. Так, вы не спорьте. Не спорьте. Вы не знаете ничего. У вас приземленное все. А у нас известно, что это второе лицо Троицы. Вы этого не знаете. Поэтому надо спокойно выслушать. Чего вы так волнуетесь? Это что делать? Вы спокойны будьте. Вашего Иисуса мы не трогаем. Не трогаем. Зачем вы нападаете на нашего Иисуса? Он не воскрес. Он воскрес. Это и есть Иса. Иса у нас называется Он Иисус. Это и есть Иса пророк. Нет, это другой совсем. Другой. Это не Он. Наш Иисус распятый. Мы называем Его Исой. Потому что в Израиле, где Он погиб, Его называли Иса. Ешуа. По-еврейски Ешуа. Ешуа. Только сделали Его Иисусом. А Егошняя настоящая Иисус. Короче так. Вы умираете. Где ваша душа будет-то без спасителя-то? Христос взял грехи на себя. А вы в грехах умираете. Это же большая разница. Ты что думаешь, бараном спасешься? Мы не бараном спасемся. Ну так, а что ж тогда? Мы ваш Курбан-Байрам. Мы ваши праздники не трогаем. Мы говорим, наш Иисус наш. Ты посмотри на русских и посмотри на мусульман. Да посмотри, посмотри. У нас тут написано. Как они сидят и посмотри в телевизоре. Посмотри, какими они стали, эти русские. Которые, они даже, им головы входят в церковь. Так, скажи, дорогой, дорогой, а ты зачем здесь на рулетке? Ты на рулетке зачем здесь находишься? Они одни такие люди. Называется Пасха. Христос воскрес. И мы будем друг друга приветствовать. А кто услышит приветствие, ответит, воистину воскрес. Это наше познание из книги, которую Бог оставил на земле. Видите как? Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так написано в Писании. Я не в почте. Вы можете на наш канал зайти, если у вас есть желание. Во свете Библии называется. Это очень огромный канал. Как мы деревню строим, там работа какая идет. Нет, спасибо. Вам нельзя туда, да? Да. А вы такую книгу считали? Да, это в наш каран. А что тут написано? Ну, это надо изучать. Вот так. Мы сейчас с одним мусульманином говорили, он так заступается. И Саня умирал. Я говорю, ваш Исаня умирал, а наш умер, я тебя не спорю. В вашей книге я ни одной буквы не трогаю. Почему вы на нашу Библию нападаете? Никто не падал. Нападает, прямо падает. Он не воскрес. Написано, первоисточник воскрес. Я же не говорю, что-то он там... А он придет, женится. Я говорю, ты что придумываешь-то? Он Бога-человек. Мы только сейчас разговаривали с ним, и он не слышит ничего. Я говорю, вашу книгу я не задеваю, я просто показал. Зачем я буду спорить? Для вас она святая. Видишь как? Вот я ее поговорил с вами сейчас. Беру и сразу ее заложу в салфанчик, чтобы не запылилась. Вот так. Я говорю, а ты Библию сейчас ногами топчешь. Как же так? Это разве можно-то? Ну, всего хорошего. С Богом. Знаете, что завтра Пасха? Да. Да. А что она означает, знаете? Нет, не знаю. Хотелось бы узнать. Ну вот, посмотрите. Какая это книга? Это Библия. Написано же. Вот из нее мы узнаем, как дело было. Израильский народ оказался в рабстве у египтян. И вывезти его Господь послал Моисея, раба своего. Ну, они не отпускают. И тогда Господь насылал одну за другой казни. Девять казней было. То скотина пропадает, то там жабы появляются, то насекомые поедают их. А последняя казнь такая, Господь сказал. Пошлю ангела моего. И он поразит, то есть убьет всех первенцев в Египте. Первенцы – это кто старший? Котенок, собака, человек в семье, ребенок. Все умрут. А чтобы вы, евреи, были защищены, закалите ягненка. И кровью помажьте перехладину и два косяка. И ангел туда не будет заходить. Вот это. И ешьте ягненка с поспешностью. На огне пеките, как шашлык готовят. Вот это называется Песах, исход. И это прообразно. Игненок этот, кровью которого спасался Израиль, он указывал, в дальнейшем, через 1600 лет придет Христос родиться. И это пророчество исполнилось. И вот эта картина в Третьяковской галерее «Явление Христа народу» как раз об этом говорит. По холму спускается Христос, а Иоанн Креститель руку простянул и говорит, вот Агнец Божий, ягненок, который берет на себя грех мира. И Христа распяли, как Агнеца, и Он воскрес Третий день. Но вчера распятие было в пятницу, а сегодня ночью на воскресенье Он воскрес, и мы отмечаем Его. Наша Пасха, Христос, заклан за нас. Это не куличи, не яйца. Христос, наша Пасха, умер за нас. И веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. Вот в этом все заключается. Не религия какая-то, а Христос. А вот вы как к мусульманам относитесь? Я только сейчас разговаривал с тремя мусульманами попеременно. Они говорят, а он не умирал. Я говорю, я вашу книгу не трогаю. Я вам показываю Библию, он не знает. Я говорю, это ваша книга? Ну да, Коран. Я говорю, считай, что написано. Просчитать не можешь. Я говорю, тут ты баран. Ты не можешь прочитать даже одного слова. Какой же ты мусульманин-то? Ну и дальше стали говорить. А он не умирал. Я говорю, кто не умирал? Иса. Так это Иса, это ваш Иса не умирал. А наш умирал. Он умер? Нет, не умер. Я говорю, почему я тебя не опровергаю, а ты меня опровергаешь? Вы на 600 лет позже пришли и учите нас, как жить. Четыре жены имеешь. Царство небесное, там Гурии будет 40 за ночь меняться. Какое царство-то? Какой же Бог главнее? Мусульман или наш? Бог один. Единый Бог. Единый во Святой Троице. История и Коран, почему они расходятся в своих... Да это их надо спрашивать, почему они написали через 600 лет. Причем тут мы завтра еще... Уже там Карнеги пишет свое. Сам Юн Мунг свое написал. Свидетели Иегова написали совершенно другую книгу. Богу слава. У нас праздник завтра самый большой. Христос воскрес, будем говорить. Слышал такой праздник? Пасха? Да. Ну вот. У нас есть Пасха. Наш Господь Христос умер за наши грехи и зовет всех к покаянию. У нас наша священная книга, вот как называется. Библия. Да. Она в 5,7 раза больше, чем Коран. Она говорит о прошлом, о сотворении мира и о жизни во Христе, послании святых апостолов. Поэтому радостная весть. Радостнее ее нам в мире нет. Мы искуплены от грехов. Стоит только покаяться, и Господь прощается. Но только не возвращайся на прежние свои грехи. Вот так. У вас там храмы-то есть где православные? У вас православные храмы там есть, где вы находитесь? Да. Вы праздничное богослужение хотя бы раз посмотрели, послушали. Это ангелы с неба сходят. Какое пение, о чем говорится. Это нельзя человеческим языком высказать. Как архиереи, священники, патриарх служат Богу, прославляя Его. Ну все, если вопросов нету, тогда я отхожу. Угу. Угу.